Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Какие секреты скрывает в себе потерянное учение апостолов, которое позволило 12-ти необразованным иудеям перевернуть мир вверх ногами? И это повторится вновь. Далее, на передаче, это сверхъестественно. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Здравствуйте, с вами Сидрот, а также доктора Дженнифер и Деннис Кларк. Насколько я понимаю, их новая книга может изменить ситуацию во всем мире. Дженнифер, в 2016 году Бог положил вам обоим, кстати, на сердце, искать его больше, чем в любое другое время жизни. И вот вы оказались на новом уровне с Богом. Расскажите мне об этом, пожалуйста. Да, все началось с ощущения того, что тьма в нашем мире настолько велика, что понадобятся христиане, как в книге деяний, чтобы справиться с тем, что нужно сделать. И мы начали рассматривать раннюю церковь с голодом в сердце, чтобы самим ходить в том, в чем ранняя первая церковь, а также чтобы нам, как и пастырям, подготовить людей, которые будут ходить в том же. Мы принесли свои жизни в живую жертву и позволили Богу действовать. Моментами нам казалось, что мы живем во времена книги бытия, в которой рассказывается о том, что дух парил над поверхностью вод. Было такое чувство, словно мы находимся в инкубаторе Святого Духа, в присутствии Бога. Бог обратил наше внимание на труды Джона Уэсли и то, как он наставлял людей. За одно поколение он изменил целую страну. И мы начали взывать к Богу, «Господи, сделай это вновь. Мы отдаем себя на это дело, чтобы ты использовал нас в этом». И через несколько дней Деннис пережил встречу с Богом. А потом он помолился за меня, и я тоже пережила это. А на следующее воскресенье мы пошли в церковь. То есть этот дар передается, да? Да, он передается. Многие люди пережили то же самое, просто слушая наше учение. А потом мы призвали людей выйти вперед, и это изменило нашу церковь. Мы увидели невероятный голод и страсть по Богу. Это было сверхъестественно. Не знаю, как вы, но я хочу иметь больше. Я испытываю голод по Богу. Я желаю больше того, чем имею сейчас. Я хочу жаждать Бога больше, чем сейчас. Но это дар, который можно передать. И вот что привлекло мое внимание. Дженнифер, после этого вы наткнулись на потерянное учение апостолов, которые называют Дидахе. Так что же означает это слово Дидахе? Слово Дидахе может означать учение или обучение, но оно подразумевает активное обучение, как это бывает у спортсменов, когда они готовятся к соревнованию. Итак, потерянное учение. Оно было создано две тысячи лет тому назад. Откуда вы знаете, что его создали апостолы, а не какой-то монах, который подписался их именами? В 1873-м нашли первый полный вариант манускрипта Дидахе. Это сделал греческий клирик, который трудился в монастырской библиотеке. Он нашел его в 1873 году, и тогда началось его изучение. Историки и богословы, которые занимались изучением, были одиноки в своем деле. Но в 2000-м году группа историков и богословов решила собраться для того, чтобы разобраться с этим текстом и прийти к общему консенсусу. Лучшие богословы мира, которые занимались вопросом изучения Дидахи, собрались вместе и на протяжении 11 лет внимательно изучали текст. И они пришли к консенсусу, что этот текст был написан до Евангелия, до посланий. Они сказали, что он был написан верующими иудеями в первом столетии, где-то в районе 50-го года. Вы представляете? В самом Дидахе сказано «учение Господа через 12 апостолов для язычников». Дидахе было написано для того, чтобы дать верующим язычникам хорошее основание. И в итоге это привело к тому, что язычников стало больше, чем иудеев в ранней церкви. Это были мужчины и женщины, которые ходили в жажде, чистоте и силе. Они перевернули мир вверх ногами. Нимбы, которые мы видим на старых изображениях, это слава Божья, которая была на них, и она была видима. И вот почему нет ничего удивительного в том, что Джон Уэсли считал первую церковь так называемым «золотым стандартом христианства». Не знаю, как вы и наши зрители, но я скажу, что хочу видеть церковь сегодня точно такую же, как в книге «Деяний». Я очень этого хочу. Я понимаю, что подобные послания нужны для новообращенных верующих. Кстати, мне кажется, что история повторяется. Эти новообращенные люди, молодые и даже пожилые люди, которые придут в царство, будут на том же уровне, что и первые язычники и иудеи. Я имею в виду язычников и иудеев. Сегодня в обществе царит тьма. Я верю, что, как в случае с Есфирью, ее призывали на царство в такое время. И это откровение о потерянных учениях, апостолов, оно было написано именно для таких времен, как эти. Это откровение удивительное. Все потому, что впереди будет урожай из миллиарда душ. И даже зрелые верующие должны знать об этом. А теперь, Деннис, я хочу, чтобы ты вкратце рассказал о том, почему это так важно даже для тех, кто всю свою жизнь был верующим. Для чего им нужно все это. Мы в первую очередь были наставниками, а мы всегда наставляли других. Мы видели слабость в основании даже у тех, кто выходил из библейских школ. Они не знали базовых принципов святой жизни. Нам приходилось возвращаться назад и говорить им, «Знаете, у вас трещина в вашем основании». Я приводил примеры даже из Гедаха. Я увидел, как опытные верующие, которые ходят в церковь, скажем, 30 или даже 40 лет, принимали при этом обличение из первого урока дзидаха. Это крайне сильный материал. Там собраны все основы. Вы бы хотели услышать учение первых апостолов? У меня есть вопрос. Что такого знал Джон Уэсли, о чем не знали такие люди, как Билли Грэм? Откровение Уэсли изменило целую страну, Англию. Мы скоро к вам вернемся и узнаем, как. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Я хочу прояснить один момент. Билли Грэм является золотым стандартом-евангелистом. Но, Дженнифер, что он говорит в своей книге? Я не знал об этом. Он говорит, что сожалеет о том, что многие люди, которых он привел к Господу, стали обращенными, а не истинными учениками. Дидахи – это продолжение великого поручения. Сам Иисус сказал, чтобы мы шли по всему миру и учили, или делали учеников. На иврите слово «ученик» – это «талмудин». Это ученики Равина. Первые ученики, которые были у Иисуса, когда Он ходил по земле, ели с Ним, учились с Ним, слушали Его наставления, стараясь стать похожими на своего Равина, своего Господина. И все это происходило не в одно мгновение. Это был постепенный процесс. Они менялись, преображаясь. И именно такие плоды и давало дидахи, учеников, которые вели себя именно так, словно они были с Иисусом. Я должен сказать вам, что и исследовал это учение. Оно наполнено информацией. Если вы язычник, который только пришел к Господу, или уже давно являетесь верующим, вы найдете в нем множество интересного. Конечно, оно не сравнится с Библией, но после нее идет именно это учение. Дженнифер, как один человек изменил целую страну, Англию. Как Джону Уэсли удалось это сделать? Джон Уэсли пережил видение о Первой Церкви. Он верил, что ее можно возобновить в Англии. Он смотрел на то, что было доступно в то время. Он изучал то, что говорили отцы Первой Церкви, апостолы, и наставлял учеников. Он смотрел на моравских братьев, которые были его предшественниками, и в некотором смысле наставниками. У них были малые группы, в которых верующие собирались. Там они открывали свои сердца, чтобы их узнавали, их любили. Понимаете, когда мы приходим в Божью славу, в последние времена Бог соберет носителей своей славы. Когда мы перейдем к Божьей славе, в ней будет свет, который освещает все вокруг. Мы увидим свои проблемы в свете Его славы. Он не изливает свою славу на верующих просто так. Мы должны искать Его. Он ищет людей, которые хотят по-настоящему искать Его. И если мы действительно всем сердцем будем искать Бога и Его присутствие, то мы должны работать со своим сердцем, чтобы приближаться к Нему. Это слово помогло им избавиться от множества проблем, и они начали процветать. Я заметил, что вы поднимаете лидеров, которые не были лидерами раньше. Присутствие Божие растет в них. Расскажите нам о той девушке, которая стоит во главе одной из групп. У нас есть одна девушка. Мы молились о том, чтобы Бог ее сильно коснулся. Кстати, они будут молиться и за вас в следующей части. Да, это наше любимое дело. Галатам 2.20. Вот как Господь открыл все мне. Я хочу, чтобы люди пережили то же самое. Вам нужно это. Итак, Галатам 2.20. Уже не я живу, уже не я люблю, уже не я прощаю, уже не я работаю, а Бог, который работает в нас. Но эта трансформация захватит вас. Не имеет значения, как сильно вы любите Бога и как хорошо вы знаете Библию. Бог возьмет вас из точки «я» и перенесет в точку «мы». Неразделимое общение и союз. Все это может произойти в одно мгновение. И вы можете передать это другим людям, и мы можем передать это вам. И тогда вы будете наслаждаться тем, что будете двигаться в таких отношениях. Бог приведет вас к основным отношениям единства. Только что случилось нечто. Слова Божия сошла на нашу студию, когда Дэннис сказал эти слова. И когда мы вернемся к вам, и Он помолится за вас, я верю, что эта слава сойдет и на вас. Вы хотите услышать больше находок, изменяющих жизни из дедах и потерянных учений апостолов? Все это далее. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Знаете, я задумался над вопросом, а как церковь может справиться с тем, что молодые люди, у которых не было желания связываться с христианством, с моралью, с чем-то хорошим и светлым, как они начнут приходить в церковь? Как вы справитесь с этим, когда они придут в вашу церковь? Мы считаем себя тренерами, а тренер снаряжает команду для того, чтобы она могла вступить в игру. Люди, которые возглавляют наши малые группы, становятся лидерами, которые сами будут готовы справиться с теми людьми, которых Господь приведет к ним. Таким образом, мы тренируем большую команду. Деннис, вы известны тем, что знаете, как слышать Бога, переживать прикосновения в Духе. Но вы говорите, что эта система, которую вы разработали, которую Дух Святой открыл вам, необходима для того, чтобы применить учение Дзидаха на практике. Это утерянное учение апостолов. Я напоминаю вам. Вы могли бы вкратце объяснить, почему это так важно, и показать нам практическую сторону учения, чтобы мы поняли, что это. Нас всегда называли практиками. Даже пасторы говорили нам, вот пара, которая рассказывает нам, как нам делать то, что мы и так должны делать, согласно Библии. Мы говорили, что для правильного наставничества и применения Дзидаха и раннего учения церкви нужны простые практики. Я считаю, что самым важным из них является принцип христианства в голове против христианства в сердце. Мы должны найти простой инструмент для того, чтобы люди функционировали именно из сферы Духа. Когда у большинства людей спрашиваешь, «А где твой Дух?», они кладут руку на свое сердце. Вот тут. Но это не то, о чем говорил Иисус. Нет, Он сказал, «Из чрева вашего потекут источники воды живой». Мы придумали термин «ссылка». Всегда найдется кто-то, кто скажет, «А где об этом говорится в Писании?». Каждый раз, когда в Новом Завете звучит слово «облечься», там стоит греческое слово «эндуа», которое означает «погрузиться во что-то, чтобы облечься». Если мир Божий находится внизу, в моем чреве, то Он должен подняться, чтобы сохранить мое сердце и мой разум. Облекитесь в Господа Иисуса. Да, припояжьтесь с милостью. Спросите обычного христианина, как это сделать. Он сможет процитировать вам это место, но он не будет знать, как это сделать. Чтобы припоясаться милостью, вам нужно обратиться к Нему. «Иисус вас, мессия вас, упование славы». Где Иисус? Мы только что сказали «в вас». Но они указывают на небо. Я понимаю, что здесь есть некий разрыв. Мы должны научить людей обращаться к Иисусу внутри, а не к Иисусу, который на небе. Да, Он находится и там, и там, и мы тоже, но реальность такова, что мы на земле. Мы должны являть царством на земле, как и на небе. Это наша задача. И это действительно задача. В своей новой книге вы рассказываете людям о том, как постоянно жить в духе. Это самая чудесная вещь в мире. Но я также хочу, чтобы вы вкратце показали, как именно человеку обратиться к своему духу. Дженнифер была настоящая интеллектуалка, и ей было тяжело. Я сказал ей, «Дженнифер, положи руки на живот». Мне было легко различить дух человека после того, как я спасся. Мне кажется, что я многому научился благодаря развлечению в своем духе, а также духах других. Я сказал, «Закрой глаза». Давай пройдем все, как в тот раз, когда ты впервые наставлял меня. Скажи мне, что делать. Положи руку сюда. Что еще я должна сделать? Я хочу, чтобы ты обратила внимание на то, что находится вот здесь. Закрой глаза. Да, закрой. Кстати, это актуально и для пастырей. Если кто-то сомневается в своем спасении, сделайте с ним то же, что я буду делать с Дженнифер. Мне кажется, что я спасен. Я повторил молитву. И, держа руку там, скажите, «Смотрите, какую любовь отец дал мне, чтобы мне называться Детем Божиим». Приятное ощущение или неприятное? Если неприятное, то вам нужно принять Иисуса. Если приятное, то это внутреннее свидетельство. Его дух свидетельствует духу вашему, что вы Детя Божие. Бог не будет играть в пятидесятнические или харизматические игры. Если Он дает мир, то значит, произошла сверхъестественная транзакция. Это лучшее объяснение. Если вы берете любую проблему, отдаете ее Иисусу внутри, а она меняется на мир внутри, на шалом, гармонию, я знаю, что это удивительно. Это решит столько проблем, что вам не придется ходить на консультации к пастырям. Вы можете избавиться от всего вашего эмоционального груза в жизни благодаря Иисусу. И все это может произойти мгновенно. Но вам нужно прочитать эту книгу, чтобы понять все, хоть там и нет ничего сложного. Поделитесь с нами одним из любимых откровений, которые вы нашли в Дедахе. А ведь там множество откровений из первых апостолов. Там целый кладезь этих откровений. Первый урок. Я не мог пройти и первого урока без откровений. Любить Господа, Бога твоего, всем твоим сердцем. Язычники не могли сказать «Бога, который вывел тебя из Египта». Они говорили «Бога, который сотворил тебя». Это исключает всех остальных богов. Они говорили «Любите его всем своим сердцем и любите своих врагов». Паститесь и молитесь за тех, кто гонит вас. Мне кажется, что в моей церкви ни один пастор не постился за врага или гонителя. Даже тех, кто постится за друзей мало. Я хочу сказать вам кое-что. Лицо христианства скоро изменится. Я говорю «Пусть это случится». Я хотел бы, чтобы с нами поделились еще какими-то откровениями, но времени уже не осталось. Вот почему. Я хочу, чтобы он помолился о наделении, чтобы вы смогли действовать в славе Божьей. Мы запишем дополнительный сегмент. Просто пройдите по ссылке, указанной на вашем экране, и тогда вы услышите эту молитву. До скорой встречи! Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Сидрот. За последние полвека я открыл мощные, сверхъестественные ключи, которые хочу открыть и вам. С помощью этих ключей вы сможете войти в мир сверхъестественного. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске нашей программы «Это сверхъестественно». Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!